Сейчас мы с вами поговорим о том, какие изменения происходили в течение года. Остановимся на ключевых событиях и на нескольких основных трендах. Какие тренды хотелось бы выделить? Во-первых, мы понимаем, что лечение опухолей головы и шеи практически всегда ассоциировано с какими-то нежелательными явлениями. Поэтому ведутся попытки деэскалации, хирургического лечения, лучевой терапии, химиотерапии, добавления каких-то новых агентов к уже существующим схемам или замена схем химиотерапии и иммунотерапии. Это те тренды, которые мы с вами сейчас наблюдаем повсеместно. Ну и, конечно, как химиотерапевт хотела бы остановиться на новых классах препаратов, которые сейчас разрабатываются, регистрируются по этим показаниям, поэтому об этом мы с вами тоже поговорим. Начнем коротко с нескольких исследований, которые говорят нам о возможности деэскалации хирургического лечения лучевой терапии. Эти тренды идут по направлению попыток выполнения малоинвазивных хирургических вмешательств, внедрения биопсии сигнальных лимфоузлов, внедрения неодювантной-одювантной иммунотерапии в комбинации с химиотерапией и различные варианты индивидуализированного подхода, например, на основании ответа на неодювантную иммунотерапию или на анализ циркулирующей опухолевой ДНК. В этом плане вызывают интерес исследования, которые называются АРАТОР-1 и АРАТОР-2, где для орофарингеальной карциномы сравнивались разные варианты лучевой терапии в сравнении с трансоральными хирургическими вмешательствами. В АРАТОР-1 это была роботическая хирургия для лечения орофарингеальных плоскоклеточных опухолей. И если в исследовании АРАТОР-1 было зарегистрировано улучшение исходов функциональных в группе роботической хирургии в комбинации шейной лимфодисекции, но эти значения были довольно клинически невыраженными и при более длительном фоллоуапе они не сохранялись. В исследовании АРАТОР-2 было остановлено преждевременно набор пациентов, поскольку были зарегистрированы три случая смерти в группе хирургического лечения, и два из них были ассоциированы именно с хирургическим лечением. Деэскалация проводится на основании анализа циркулирующей опухолевой ДНК. И сейчас в процессе исследования, которое называется NRG HN2317, где включаются пациенты, которым базово измеряют циркулирующую опухолевую ДНК, далее им выполняется хирургическое вмешательство, и далее тактика зависит от того, в итоге после хирургического вмешательства, какой у них уровень циркулирующей опухолевой ДНК. Если это пациенты с положительными значениями, то дальше им выполняется стандартная терапия. Если это отрицательное значение, то тогда пациентам либо выполняется MRT в дозировке 50-грей, либо не выполняется. И регистрируются эндпойнты двухлетняя disease-free survival. Также интересным является исследование, которое тоже сейчас еще в процессе, и мы ждем более свежих результатов исследований PATHOS, где также ведется попытка уменьшить дозировку лучевой терапии с 60-грей на 30 фракций к 50-грей на 25 фракций. Поэтому тоже достаточно интересно. Но, конечно, в лекарственной терапии мы видим все более широкое назначение иммунопрепаратов по данному показанию. И апдейты достаточно обширные. Апдейты для локализованных форм заболеваний и для распространенных форм также. В этом плане интересно исследование Pathway, которое было продемонстрировано на АСКО буквально несколько дней назад, где исследовалось додювантное назначение пембролизумаба для плоскоклеточных опухолей головы и шеи высокого риска. И на общей популяции исследование было достаточно небольшое, всего 100 человек было включено. Мы видим значительное преимущество пембролизумаба в сравнении с плацебо, с hazard ratio 0,61, статистически значимое. По общей выживаемости профита пока нет, но это исследование еще продолжается, и мы ждем также апдейтов. Достаточно схожие по дизайну исследования новые молекулы камбролизумаб для лечения местно распространенной назофарингеальной карциномы. Что здесь хочется сказать? Что данный препарат показал значительное увеличение бессобытийной выживаемости в сравнении с группой стандартной терапии. Трехлетняя выживаемость бессобытийная в группе камбролизумаба составила почти 87%, в то время как в группе стандартной терапии 77%. Hazard ratio 0,56. По общей выживаемости профиты не такие очевидные, всего в 4%, и статистически незначимые, однако тоже здесь нужно ждать уже более продленный анализ. В настоящий момент идет довольно много исследований, которые посвящены переоперационной иммунотерапии при плоскоклеточных опухолях головы и шеи. Исследуется и комбинация неволумаба с эпилемумабом в неодьюванте неволумаб, в одьюванте нево-ипе и пембролизумаб, в неодьюванте потом с назначением в одьюванте и отезолизумаб в сравнении с плацебо и неволумаб. Это то, что нас, скорее всего, будет ждать уже на последующих конгрессах. Если говорить о том, какое в целом место иммунотерапия занимает сейчас для лечения местно распространенных и метастатических опухолей головы и шеи, то здесь есть разделение в зависимости от того, имеем дело мы с платино-резистентным рецидивом и метастатическими опухолями головы и шеи, либо мы имеем дело с платино-чувствительными рецидивами, с платино-наивными пациентами, которые данную группу препаратов еще не получали. Для платино-резистентных рецидивов или, например, при противопоказаниях платине все достаточно очевидно. Это, в принципе, то, что не изменилось за последний год, а никаких апдейтов практически не вышло. Мы можем назначать либо неволумаб, либо пембролизумаб вне зависимости от уровня СПС. Это есть в том числе в Минздравовских рекомендациях, то есть это возможно. Эти рекомендации основаны ключевым образом на двух исследованиях. На исследовании Чекмейт-141, где исследовался неволумаб, который превосходил стандартные опции лечения по общей выживаемости и по выживаемости без прогрессирования, и Киноут-40, где пембролизумаб также превосходил стандартное лечение по общей выживаемости. Если говорить о платиночувствительных рецидивах и метастатических опухолях головы и шеи, где не было еще лечения платиной в анамнезе у пациентов, то здесь есть некоторые расхождения, например, в одобрениях в Евросоюзе и в Соединенных Штатах. Потому что, например, пембролизумаб для пациентов СПС больше либо равен единице одобрений есть и для Соединенных Штатов, и для Европы. Комбинация пембролизумаба и химиотерапия может назначаться в Соединенных Штатах вне зависимости от уровня СПС, и для СПС больше либо равен единице в Евросоюзе. Эти данные наибольшей степени основаны на исследовании Киноут-048. Давайте посмотрим на его дизайн. Это пациенты с плоскоклеточными опухолями головы и шеи, либо рецидивы, либо метастатические опухоли, вне зависимости от СПС, вне зависимости от уровня ПДЛ, которые были рандомизированы в три группы. Это либо монотерапия пембролизумаб, либо комбо-пембролизумаб с химиотерапией, либо карбо-либо цисплатин на выбор, либо комбинация цитоксимаб, карбо-лицисплатин и 5-фтурурацил с дальше цитоксимабом в поддержке. Какие результаты были опубликованы в 2023 году? Был опубликован апдейт, где наибольший интерес представляла ВБП-2, то есть выживаемость без прогрессирования у пациентов во второй линии, после того, как они получили эту линию. Если говорить про, собственно, апдейт, то мы видим, что эффект воспроизводится и для группы пациентов с СПС больше либо равно единице, и с СПС больше либо равно 20. При этом сайз-эффект более выраженный для пациентов с более высокой экспрессией в деле. И, в принципе, этот эффект такой постоянный, воспроизводящийся. Если говорить про сравнение комбинации пембролизумаба с химиотерапией, в сравнении с химиотерапией с цитоксимабом, то здесь мы также видим достаточно выраженные эффекты, но номерически разница менее выраженная для пациентов, которые получали в том числе и химиотерапию. Но, наверное, ключевой результат данного исследования в том, что пациенты, которые получали иммунотерапию в комбинации с химиотерапией или в монорежиме, они имеют продолжающийся эффект и для последующих линий терапии. То есть ВБП-2, выживаемость без прогрессирования для последующей схемы лечения, превосходила в группе пембролизумаба вторую группу, которая получала цитоксимаб в комбинации с химиотерапией. То есть мы можем говорить о том, что назначение иммунотерапии в комбинации с химиотерапией или в монорежиме дает нам продолжительные ответы, длительные, которые потом реализуются и на последующих линиях терапии. Если предыдущий слайд был для пембролизумаба в монорежиме, то для комбинации пембролизумаба с химиотерапией мы также этот эффект видим. Если говорить о наших клинических рекомендациях, то сейчас в клинических рекомендациях АОР мы можем назначить неволумаб и пемболизумаб при прогрессировании заболеваний на фоне плотиносодержащей схемы химиотерапии. И в рекомендациях АХРУСКО перечислено несколько режимов, некоторые из них не зарегистрированы на текущий момент в Российской Федерации, например, цитоксимаб с мембролизумабом. Однако иметь в виду такие схемы по рекомендации врачебной комиссии также можно. На очереди у нас много других молекул, много других комбинаций. Наверное, сейчас смысла сильно их запоминать нет, потому что время покажет, что из них в итоге с нами останется. Если остановиться все же на наиболее перспективных новых классах препаратов, которые у нас есть, это вакцины главным образом против HPV положительных опухолей, это биспецифические антитела, мультикиназные ингибиторы и конъюгаты. Вакцины, направленные на HPV, их достаточно много, исследований тоже достаточно много, они имеют достаточно разные респонс-рейты, от 5% до 43%, но тут важно понимать, что это трудновоспроизводимая методика, пока достаточно сырые данные, поэтому, к сожалению, пока что это далеко от реальной клинической практики. Биспецифические антитела. Одним из наиболее интересных исследований является препарат Петасимптомап, который является биспецифическим антителом к EGFR и LGR рецептору, который, собственно, влияет и на EGFR и обеспечивает интернализацию дополнительного EGFR рецептора, таким образом усиливая этот эффект. В это исследование были включены пациенты, которые запрогрессировали на предыдущих линиях терапии, то есть достаточно предлеченные пациенты, и здесь мы видим достаточно симпатичные респонс-рейты для этой группы пациентов, потому что оверл-респонс-рейт составил 37,2%, что достаточно неплохо для такой предлеченной категории. Медианная выживаемость без прогрессирования 5 месяцев тоже достаточно приятная цифра для предлеченных пациентов. Достаточно интересным является исследование, которое комбинирует уже известные препараты, но вот по новому показанию. Исследование ЛИП-10. Это комбинация линвотениба с пембролизумабом для также рецидивов или метастатических плоскоклеточных опухолей головы и шеи, которые не подлежат какому-то другому варианту лечения. В исследовании запланировано включение 500 пациентов, и пациенты рандомизируются либо в группу комбинаций пембролизумаба с линвотенибом, либо в пембролизумаб с плацебо. Что сейчас мы видим на текущий момент? Мы видим достаточно выраженный профит по частоте объективных ответов и выживаемости без прогрессирования. Разница в частоте объективных ответов дельта составляет 20%, тоже достаточно много, особенно если наша цель – это контроль симптомов, которые сейчас беспокоят пациента. По выживаемости без прогрессирования результаты более скромные. Не уверена, что здесь видно хорошо, но нумерически разница в медианах она составляет в 9% на момент 12 месяцев в одногодичной выживаемости без прогрессирования. По общей выживаемости профит пока не обнаружен. Коньюгаты – тоже известный достаточно нам препарат, инфартумаб ведатин, который ведутся попытки применить его, опять же, для той же самой категории пациентов с рецидивами метастатическими формами плоскоклеточных опухолей головы и шеи. Скромное достаточное исследование – 46 пациентов, однако среди этих пациентов объективный ответ был зарегистрирован у 11, из 39, которые на текущий момент доступны для анализа. Поэтому тоже достаточно перспективный результат. Ну и для того, чтобы завершить, хотела показать вам занятное исследование, которое мне просто попалось на глаза, когда я готовила этот доклад, что, оказывается, можно предлагать иммунотерапию не только пациентам с распространенными метастатическими формами плоскоклеточных опухолей. Есть нерандомизированное небольшое исследование, где предлагается лечить неволумабом лейкоплакию. И также вы можете видеть достаточно симпатичные респонс-рейты, что у многих пациентов после того, как мы назначили неволумаб, лейкоплакия исчезает. Однако до использования такого подхода в реальной клинической практике, наверное, уйдет достаточно много времени, и иммунотерапия для этого должна очень сильно подешеветь. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok